Дорогие друзья, теперь мы, конечно же, будем узнавать, и каждый из вас узнает прогноз по знакам зодиака. Для типичных представителей знака зодиака, опять же, подчеркиваю, типичных, потому что узнать, кто вы есть на самом деле, вы сможете, если только закажете у меня индивидуальную нотальную карту рождения, где очень важно, где находится у человека асцендент. Поэтому даже это больше прогноз для людей с инцидентов в каком-то знаке, например, вовни, водолеи, чем солнце. Хотя можно смотреть и по солнцу тоже, ну а вообще вы можете просто быть размазанными всеми знаками зодиаками. Но все равно ключевые у каждого человека это ты, это где у вас находится солнце, где находится луна, где находится асцендент. Ну а для асцендента в большей степени я рассказываю этот прогноз. Итак, январь для овнов пройдет под очень супер классным плюсом. Юпитер будет бороздить просторы вашего овновского океана событий. Юпитер планета счастья, успеха. Поэтому и пусть не все будет у вас складываться гладко. Однако и январь вас вряд ли разочарует. А препятствия, которые помогут, которые будете встречаться с вами, а не где-то будут происходить, да, вы все-таки будете преодолевать их очень так быстро, да. И очень легко, беззаботно, хотя он и не любит преодолевать препятствия, но вы даже не заметите, что это были препятствия. Всегда можно все решить важными переговорами. На работе прислушивайтесь к окружающей. Присматривайтесь к альтернативному способу ведения дел. В плане финансов у вас будут открываться неплохие, хорошие перспективы профессионального роста, особенно благоприятные 20-е счастье. В этом месяце вы откроете для себя массу полезных знакомых. И сможете внедрять очень хорошие новые идеи в свою жизнь, которые могут давать вам очень хорошие финансы. В первой половине месяца у вас будет, получается, сглаживать конфронтацию между коллегами. А вот во второй половине месяца постарайтесь удерживаться от высказывания своего мнения. Иначе можете, в общем-то, не туда попасть, куда бы вы хотели, в какой-то струю, в которой бы хотелось бы вам. Могут быть сплетни и козни против вас. А вот гибкость – это ваш козырь в январе. Ну, я очень редко видел гибких овнов, но нужно как-то проявить ее. В финансовом плане будет наблюдаться некоторый у вас упадок. Вот в самом начале месяца, да, в первую неделю в особенности. Потому что овновь очень импульсивный в тратах. И причина этого, конечно, ваши новогодние праздники. Однако ситуация вернется в прежнее русло во второй половине месяца. И вы можете очень так хорошо, в общем-то, преуспеть. В личном плане ожидается у вас изменение. Это может быть решение о совместной жизни, заявление в ЗАГС или весть о прибавлении в семье. Одиноким представителем вашего знака может у вас удача на дейтах, личных встречах, знакомствах. Январь – это период для вас с счастливой взаимностью. Ну и, конечно же, здоровье будет, при спернов, не вызывать опасений особых. Возможно, проявление плохого самочувствия у метеозависимых представителей этого знака. Но каких-то вот таких суперважных заболеваний, катастрофичных, не должно быть. Единственное, сезонные инфекции – это в большей степени грипп в этом году, чем коронавирус. Будьте бдительны, профилактические меры безопасности еще никто не отменял. Ну и настроение, самочувствие и избавление от всех болезней у вас произойдет к концу месяца. Посвятите себя активным занятиям, спортом и закаливаниям. Что же касается зодиакального знака тельца. У вас такой более-менее ровный месяц. Ни холодно, ни жарко. Так, плюс-минус. Вас ждут приятных опытов, непринужденное общение с друзьями и близкими. Главное, не пытайтесь кардинально менять свою жизнь. Попробуйте улучшить то, что имеете. Ваш девиз в месяц января – «Лучший враг хороший». Вот так, да. Так что нервитесь. Тельцы, у вас все впереди. С мая месяца вас посетить. Поэтому до мая немножко. Плавить денег во время новогодних каникул тельцам необходимо хорошо отдохнуть и восстановить силы. Поэтому очень хорошо вам где-нибудь в горах отдохнуть. На работе вам ловить особо не будет нечего. Когда праздники закончатся, приступайте к работе, но без фанатизма. Желательно сосредоточиться на повседневных делах. Не строить наполеоновские планы. Не торопитесь. Не принимайте важных решений. Особенно до 20 января. С деньгами у вас, конечно, все будет в порядке. Вы же не ловны. Вы нормально умеете тратить деньги. Всегда проявляйте свое благоразумие. И оно у вас не должно подводить января месяца. Любые финансовые операции будут рискованы для вас. Особенно взятие кредиты. Или у вас может быть какая-то афера с безналичным расчетом. Поэтому будьте внимательны. Мошенники бодрствуют рядом с вами. Ну, самое интересное, что многие, некоторые тельцы даже могут получать некое такое вознаграждение. Неожиданное выигрыш в лотарее или даже наследство. Личная жизнь тельца будет более спокойной, гармоничной, размеренной. Однако у некоторых представителей вашего знака зодиака могут возникать некие такие романтические чувства к человеку. Особенно если вы куда-то уедете далеко, где-то за границей. Поэтому тельцы, которые будут находиться на море за границей, могут неожиданно изменить своему мужу. Особенно если это женщина. Однако, знаете, вероятнее всего эти отношения ничему не приведут. Более того, не факт, что объект симпатии ответит вам взаимностью в дальнейшем. Так что нужно обратить все-таки внимание на своего супруга. И не стоит с ним рвать отношения до конца. Некоторые тельцы могут в этой миссии испытать беспокойство по поводу прошлых отношений. Если вы нехорошо расстались с кем-либо из бывших партнеров, то есть вероятность с неожиданной и особенно, значит, не особо приятной встречи. Особенно вам могут что-то припомнить. Вот я тебе подарил колье, а ты не вернула. Кольцо с бриллиантами. Как бы там ни было, постарайтесь сделать правильные выводы и оставить в прошлое в прошлом. Свободные представители знака, одинокие, да, могут пользоваться популярностью все же противоположного пола. Однако шансы на серьезный роман с продолжением в этом месяце невелики. Это всего лишь может быть какой-то курортный роман, если вы уехали на море куда-нибудь в Египет, да. Но не более. Зато многие свободные представители знака поймут наконец, что именно кто способен стать героем их романа. Перестанут тратить время и энергию на отношения без будущего. Здоровье у тельцов железное. Практически все тельцы в январе месяце будут защищены от серьезных проблем со здоровьем. Однако от вирусов и от обострения хронических недугов вы не застрахованы. Вот те прошлые болезни, хроническая форма, которая у вас есть, да, особенно это может касаться вашего дыхательных путей, да. Поэтому бы заранее лучше принять профилактические меры, да. И желательно, значит, не простужаться, да, не выходить. Ну, если многие там в прорубь хотят нырнуть в январе месяце. Вот, наверное, я на хрящение не советую тельцам нырять в прорубь, да. Можете, да, переохладиться, да. Значит, наиболее эффективными у вас окажутся проверенные препараты из аптеки, а вот народное целительство не поощряется у вас в январе месяце. Кроме того, у тельцов есть опасность травмоопасного спорта, поэтому вам лучше избегать спортивных перегрузок именно в январе. Следующий знак зодиака у нас – близнецы. Для вас более-менее ровный месяц, не холодно, не жарко, да. Минус в январе близнецам необходимо больше времени посетить все же дому. В результате отношения в семье станут теплее и гармоничнее. Да, начало года принято считать началом новой жизни, особенно для вас. Однако вам звезды советуют все же размеренно не торопиться. Слишком сильное влияние прошлого может давить на вас кармой, да. Есть незаконченные дела, связи, которые вас тяготят, вопросы к самим себе. Не следует форсировать события ни в любви, ни в профессиональной деятельности. Все даже будет лучше, если вы все-таки каким-то образом мысли-образы будете притворять в жизнь, и тогда у вас будет все замечательно, да. Работайте над мыслеформами, и тогда все у вас будет. В плане финансов звезды не советуются близнецам делиться своими планами, проектами. Коллеги могут по-разному отрегулировать на ваше устремление, тем самым помешать вам достигнуть цели. В середине месяца работоспособность у вас будет крайне низкая, особенно вблизи 15 января. Получая в это время очередное поручение от руководства, договаривайтесь о более подложительном сроке выполнения, чем обычно, иначе вас в последние месяца могут просто уходить. К концу месяца ситуация изменится, вы почувствуете прилив энергии. Именно в это время сможете наверстать упущенное, быстро справиться с поставленными задачами. В отношении финансов в январе 2023 года необходимо проявлять вам все же бережливость. Медленно, но верно вы будете приближаться к вашему финансовому успеху. В этом месяце вы можете понести потери по вине наемных рабочих, если вы являетесь управителем фирмы, либо директором. В плане личной жизни, значит, близнецам, семейным особенно, принесет очень такое долгожданное оживление чувства. Запланируйте совместный выход в свет или загородную поездку вдвоем, друг с другом, если, конечно, вы сможете выбраться за границу, если у вас много детей, таких людей выпускают, либо где-то по Украине, особенно где-нибудь в Карпатах. Одиноким представителям знака близнецы январь может подарить возможность исправить ошибки прошлого. Если вы с кем-то давно уже разлучены, либо разошлись, вы можете вернуть своего суженого, либо суженого. Да, в общем, такое благоприятное. Если вы в ссоре даже с своим деловым партнером, то в январе вы можете восстановить мир и спокойствие, и справедливость. Возможно, этот период напомнит о себе также ваша бывшая любовь. Дайте ей второй шанс, только если сами испытываете, либо испытываете сильные чувства. В плане здоровья серьезных обострений у вас не будет, однако все-таки резервы организма у вас не столь велики, как бы хотелось. Не стоит их испытывать на прочность. В случае обострения хронического заболевания, возможно, особенно это может касаться легких, не дай бог, каких-то коронавирусов или же туберкулеза. Нужно вам обходить седьмую дорогу людей, которые ходят в стулы испанцев. Старайтесь не нарушать привычный режим дня и питайтесь сбалансированно. Очень хорошо садиться на диету вам прямо в этом месяце. Ну и раздельное питание, обратитесь к матрицологу. Вторая половина месяца – хорошее время для посещений психолога, медитации, релаксации, посещения и заказа натальной карты у астролога Влада Ростова. Благоприятно. Ссылочка под описанием в этом видео. Так что, дорогие близнецы, обращайтесь. Очень вам это поможет. Следующий знак зодиака – рак. Со знаком минусов у вас все-таки месяц. Мест не будет у вас самым благополучным и спокойным. Наверное, самым сложным из всех знаков зодиакова. Но многое зависит от вашего отношения к ситуации. Если не будете сопротивляться судьбе и форсировать события, в итоге все сложится у вас хорошо. Так что спокойствие – ваш главный козырь в начале года. Карьеры и финансы в профессиональной сфере не самая лучшая сторона. Поэтому ракам лучше уйти в тень и не испытывать судьбу. Иначе будете обанкротиться. Вот честно говоря. Вам что-то обещают. Садят на удочку соблазн. Ну, точно кинут. Сто процентов. Либо обращайтесь ко мне в личные консультации. Дорогие раки, я посмотрю ваш финансовый годовой гороскоп «Соляр». И можно увидеть, действительно, можно ли вам в январе месяце тратить деньги. И во что-то финансовое вкладывать. Потому что всегда личностный гороскоп. Индивидуальный. В зависимости от даты, времени и месторождения. Гораздо важнее всего остального. В начале месяца обстановка в коллективе будет спокойной. Отношения с коллегами у вас будут более-менее дружеские. Это хорошо может сказаться и на качестве работы. Но к концу месяца не стоит рассчитывать на коллег и деловых компаньонов. Возможно, нарушение договоров, недопонимание, конфликты и даже разрыв отношений. Не самое лучшее время для любых начинаний в работе. Особенно в середине месяца. В финансовой сфере январь. Это, конечно, нужно вам быть очень бдительным. Чтобы вас не вынесли из дома чего-нибудь. Чтобы вы не подались на ловку мошенников. Поэтому даже не стоит оставлять свои квартиры и куда-то уезжать. Иначе приедете, а вас уже почистили. Доход вам будет приносить кропотливая работа, продуманные действия в плане личной жизни. А она у вас более-менее пройдет на позитивной волне. Если в деньгах не везет и в карьере, то повезет вам в любви. В январе об этом говорит. Желательно в начале месяца наладить с партнерами и партнершей доверительные отношения. Секрет семейного счастья у вас будет заключаться не столько в романтике, сколько в доверии и взаимопонимании. Свободным представителям вашего знака зодиака наверняка предстоит такая, возможно даже представиться, встретить подходящего партнера. Обратите внимание на давних знакомых, коллег, не исключено, что кто-то из них уже давно испытывает к вам нежные трепетные чувства. Либо вы никого-то не подпускали к себе, а вот сейчас есть шанс, что у вас все может пойти как по накатанной коллеге. В плане здоровья у вас большая вероятность простудиться или подхватить вирусную инфекцию, особенно прям в Новый год. Вот вы выйдете там без головного убора на крышу, будете запускать питарку и будете подхватить. Чтобы этого не произошло, укрепляйте иммунитет, пейте имбирь с чаем, лимон, больше цитрусов и не пренебрегайте профилактическими мероприятиями. Конец месяца, подходящее время для начала борьбы с виридными привычками, особенно благоприятно бросить пить и курить в ночь на 22 января. Выкурить последнюю сигарету и больше уже не курить, потому что начнется Новый год кролика на Волону. В плане львов, дорогие львы, сложный у вас месяц, да, абсолютно сложный, да, абсолютный минус, я бы так сказал. Да, 23-й год у вас как начнется, да, и вот такие-то могут быть служебные даже распри, да, какие-то подковерные баталии, да. Воюющие подковровые стороны могут поторговать вас в какой-то конфликт втянуть, да, но не поддавайтесь искушениям. Несмотря на новогодние праздники, все-таки из-за этих противостояний финансовых и бизнесовых дел, вы можете быть сильно загружены на работе. Даже когда будете поднимать бокал шампанского за Новый год, вы все время будете погружены своими мыслями в работу, да. Задания от руководства будут поступать одну за одним, но вы все-таки можете справляться умело, но в самом конце месяца. Не оставляя у начальства ни коллег, ни малейшего, собственно говоря, сомнения в вашем профессионализме, ну, очень сложно могут пройти две, особенно первые две недели. Результаты труда в конце месяца, вероятнее всего, будут оценены. И на гора результат вы можете в финансовом плане от этого получить уже в феврале месяце. В любом случае, в январе не старайтесь давить на коллег своим авторитетом. Старайтесь договариваться и считаться сомнением окружающих. Финансовое положение более-менее обещает быть стабильным. Вам все же может сохранить, удастся сохранить баланс между прибыли и расходами. И, кроме того, отложить некоторую сумму. В плане личной жизни тоже у вас напряженная обстановка может сказаться и на личной жизни. Вот, поэтому помните, что вас будет штормить. Но штормы как начинаются, так и стихают, как и ваши семейные суры уже в 20-х числах января. Возможно, вы поверитесь со своей суженой, либо суженным. Поскольку, если вы, конечно, поругались в начале января из-за того, что кто-то из вас купил маленькую, либо большую елку. Либо оливье было невкусным. Либо какая-то рыба тоже была не очень так на Новый год. Можно от всего вам войти в ссору и в спор. Но такая уж у вас комбинация планеты любви. Постарайтесь не давать своим близким ценных указаний на каждом шагу. Не стоит стремиться всех поучать. И желательно ли вам со всеми многими проблемами все-таки решать их самим, а не поручать что-то делать. Иначе вас могут подводить подчиненные. В плане здоровья вам необходимо помнить, что самое главное в отношении здоровья – это спокойная нервная система, где у вас могут произойти сбыли. Кроме того, следует держать в узде природную умнительность, не додумывать и не придумывать факты и события в жизни без определенных доказательств. В целом же, работа организма обещает у вас быть более-менее удовлетворительной. В январе, значит, все-таки вам нужно более-менее сидеть на диете и не стоит устраивать больших перов. Следующий знак зодиака у нас – Дева. Со знаком сложным минусом. Тоже у вас такой трудный месяц. Не стоит браться за что-то новое. Но зато состарелые проблемы. Вы все-таки можете немытьем-такатанием переначать, решить. Новогодние сюрпризы, подарки пойдут в большей степени на пользу отношениям к вашей семье. Поэтому вам как можно больше нужно подарков сделать на январь месяц. Ну и про себя не забывайте. Возьмите паузу и посвятите время себе. Вам нужен очень-нужен отдых. Прям очень-очень. Отправьтесь куда-нибудь на океан, где-то по отдыхать. Либо отправьтесь куда-нибудь в санаторий. Релаксация, массаж вам подарили. В январе в вопросах профессиональной деятельности звезды рекомендуют Деву не форсировать события и отдаться течению жизни, особенно в первые 20 дней. Следует больше внимания уделять внешнему лоску в работе. Особенно тем Девам, которые работают с людьми. Станьте более обходительными. Это произведет отличное впечатление. В общем-то, как на клиентов, так и на начальство, и на окружающих вами людей. В середине месяца могут возникнуть сложности в общении с руководством. Будьте коннектны в своих высказанных действиях. Не пытайтесь реализовывать какие-либо авантюры. В этом месяце не следует рассчитывать на продвижение от послужбы. Выполняйте свои обязанности достойные и непременно это оценят окружающих. Смена работ категорически практически противопоказана для вас. Поэтому лучше оставаться на том месте работы, где вы находитесь. Но если вам не терпится, действительно, может вам нужно это сделать и перейти на другую работу. Ну, вот личный гороскоп, в зависимости от даты, времени и места рождения, натальная карта всегда вам поможет и будет вашим маячком в жизни. Поэтому заказывайте, дорогие друзья, и годовой солярс событийного уровня на 2023 год. Ссылочка под описанием этого видео. В январе, где вам необходимо быть предусмотрительными в отношении денег. Конечно, вы не сильно будете беспокоиться о будущем. Но средствам удовлетворения нужд и желаний вам будет более-менее определенно достаточно. В плане личной жизни многие могут у вас, дорогие девы, можете определиться с избранником вашей жизни в отношениях, если у вас прям сразу двое или трое вокруг вас. Это благоприятное время, чтобы признаваться в чувствах и сделать предложение на руки и сердце. Это особенно благоприятные даты Венера, о котором я уже вам рассказал. Январь – самое подходящее время, чтобы вызывать новые эмоции семейным парам. Устройте любимому человеку необычное свидание, преподнесите подарок. И вот увидите, что результат не заставит себя ждать. Поэтому чем больше цветов вы будете дарить, чем больше сладостей, тортов, тем будет лучше. Или какой-нибудь еще сюрприз. Свободные представители знака Зодиака Дева в январе станут еще более привлекательными для противоположного пола, особенно если они поменяют резко свой имидж. Очень благоприятно делать современные прически, всякого рода смену цвета волос, смену прически, внешнего вида, обращение к косметологу. Вы можете даже не стать блестящей звездой в окружении. Верите целый ряд интересных знакомств у вас. Даже если завязать серьезный роман у вас не получится, то удовольствие от любого флирта вам все же гарантировано в январе. В плане здоровья необходимо проявлять внимание к любым сигналам, которые подает вам организм в виде боли. Иначе можете даже отправиться в больницу, например, с эпиденцитом. Использование нетрадиционных металлечений в данный период может только усугубить у вас ситуацию. В начале месяца отдайте предпочтение домашней еде. Иначе в ресторане вы можете быть отравлены. После посещения всякого рода особенностей заведения общепита, какого-нибудь съели, я не знаю, в забегаловке чего-то и все. Может, окончится для вас с полным отравлением. Конец месяца подходит у вас для закаливания, начала курса массажа, водных процедурных. Больше эффект дадут у вас лечебная гимнастика, занятия аэробикой и дыханием прана. Да, вот очень важно тоже. Следующий знак зодиака. Обещаю вам суперуспешный месяц. Два жирных плюса, если не три. Даже если на работу будут у вас возникать неприятности, типичные представители знаков, весош легко с ними справиться. Во многом благодаря уверенности в себе и поддержке родных и близких людей. Жизнь словно заставляет вас идти благоприятным, успешным путем. Венера входит в пятый знак от вас, водолей, и у вас очень большой шанс в выигрыше. Не спешите, однако, получать удовольствие, поскольку оно может быть растянуто, и весь январь будет целый месяц удовольствием для вас. Тем более, что январь совпадает у вас с новогодними каникулами. Это совсем неплохо. Большинство воды весов могут отлично провести время с семьей. Встречи с родственниками пройдут душевно, подарят массу позитивных эмоций. И, конечно, если вы даже работаете в празднике, не расстраивайтесь. Обстановка будет только благоприятствовать вашим творческим процессом, потому что в плане творческого вы можете создать очень шедевр какой-то. То ли написать красивую картину, либо написать альбуком какую-нибудь книгу. У вас прям очень творчески все может получиться. А вот в середине месяца у вас будет сложный период для реализации планов, особенно вблизи 15-го числа. Звездная обстановка способна спровоцировать конфликты, так что постарайтесь ни с кем не спорить и все-таки контролировать какие-то свои эмоции. Очень удачным окажется конец января, особенно 29-е, 30-е числа. Вы можете завоевать расположение руководства, продвинуть свои идеи и улучшить ваше финансовое положение. Январь весам действительно говорит о том, что вам можно делать очень крупные, большие покупки, особенно в последней декаде января. Недвижимость, машину, да. Вы можете золото, бриллианты, да, можете озолотиться. Ну, а все-таки постарайтесь быть более скромно, скромно тратить деньги, да, и живите скромнее. Вот, иначе вы можете так потратиться, что аж совсем. Но, тем не менее, позитивные покупки все же у вас будут. В плане, значит, личных отношений у свободных весов появляется возможность встретить героя своего романа на белом коне. Вот, где-нибудь в соседнем городе, в поездке, либо в стране. Специально не ищите встречи, действительно, на ловца и зверь, да, знакомство может быть совершенно случайным. Вот это как раз тот вариант, когда вы точно не познакомитесь в интернете, а познакомитесь где-то случайно на улице. Не форсируйте события в баре, да, в ресторане. Пусть отношения развиваются медленно, тогда знакомство может перерасти в более-менее серьезный роман. Семейные весы погащены, с другой стороны, приятными хлопотами. В середине месяца у кого-то из близких могут возникнуть трудности, а ваша помощь, кажется, просто для них неоценима. Если же у вас непростые отношения с супругой или с супругом, кем-то из родни, в январе, благодаря удачному расположению звезд, появится шанс все исправить. Оставить в прошлом обиды и разногласия, да, и достичь полного, собственно говоря, взаимопонимания. В плане здоровья могут быть повышена усталость, усталость, бессонница, мигрень, да, вот. Ну, постарайтесь больше находиться на свежем воздухе, соблюдать режим, да, и самое главное, избавиться от алкоголя, разве что только на Новый год и на Рождество. Ну, серьезных все-таки каких-то проблем все-таки удастся вам избежать, и даже вам не особо грозят инфекционные заболевания, хотя очень часто они бывают у весов именно зимой. В середине месяца не исключены приступы меланхолии, необоснованные страхи, неуверенность в себе, ну, гоните мрачные мысли и прочее, да. Отличный способ избавиться от хандры – это спорт, активный отдых, а в конце месяца можете пойти в спортзал, увеличить физические нагрузки и попробовать новые виды спорта, особенно 29-е, 30-е числа могут быть для вас весьма позитивными. Следующий знак зодиака – скорпион. Необходимо придерживаться для вас девиза больше инициативы и более-более всего, да. Тем не менее, у вас такой может месяц быть с надрывом, с одной стороны он положительный, с другой стороны он может быть не очень и хорош, да, более-менее плюс-минус, но тем не менее, в плане карьеры проявляйте очень много инициативы, движения создавайте, там у вас хорошие проблески, надежды и успех, да. Не идите на поводу обстоятельств, проявляйте, конечно, волю, выдержку, сопротивляйтесь, да. Ну и, конечно, вас ожидают большие перемены, и перемены будут вести вас только к лучшему, да. Вы сможете обернуть эти перемены себе на пользу. Значит, в плане профессиональной деятельности скорпионам не следует предаваться посленовогоднему настроению, поднимайтесь сразу за работу, конкурируйте, стройте быстрые, большие планы, да. На второй половине месяца появятся у вас шансы, да, вы можете возглавить какие-то коллективы, коллективное творчество, стать лидером, капитаном команды. Вот. У вас будет большая потребность в каких-то соратниках, друзьях, коллективе сотрудников, в каких-то структурах, которые способны увеличить производительность вашу в несколько раз. В сфере финансов вам необходимо избегать лишних расходов. Не исключено, что начальство захочет возложить на вас некоторые служебные траты, скрупулезно храните кассовые чеки, чтобы получать компенсацию. А в плане личной жизни есть шансы завязать у вас романтические отношения, если вы одиноки. Тем скорпионам, которые не связаны брачными узами, но имеют постоянного партнера, стоит прислушиваться к его мнению. Расположение планет обещает действующую помощь от любимых, их правоту, надежность, любовь не требует благодарности, но счастье, полученное в результате мудрости, неоснимая награда для вас, скорпионы, именно в этом месяце. В плане семейных же скорпионов, звезды рекомендуют уходить с проторенных тропок, придумайте, как по-новому строить ваши отношения. В плане здоровья скорпионам не рекомендуется увлекаться народной и нетрадиционной медициной. Многое употребляет спиртных напитков, категорически противопоказано, можете отравиться и умереть. Поэтому экспериментировать со своим здоровьем не следует в этом месяце для вас. И если вы действительно относитесь скептически к цивилизским способностям, а оккультистов могут лечить руками, то именно в этом месяце нужно больше вам проявлять этого скептицизма. И, конечно, есть большая вероятность стать жертвой воровства и мошенничества. Из вас могут вытурить очень большое количество денег, особенно когда скажут, что мы вас избавим от порчи. Следующий знак зодиака – стрелец. Очень сложный месяц для вас знака минус. Вам скучать не придется. И пусть не будет складываться все гладко. Но на вашем настроении отношение к жизни это не отразится. Кажется, что трудности месяца вас только будут подстегивать. Эти внешние ситуации – это абсолютно верная позиция. У типичных стрельцов первой половины января есть неплохие шансы на успех. Конечно, большинство представителей вашего знака будет праздновать Новый год, но если на каникулах вы случайно встретитесь с деловым партнером или начальником, то все же советую непременно пообщаться. Произведете отличные впечатления, что в будущем благоприятного может отразиться на вашей карьере в плане повышения в должности либо финансовом. Если судьба не предоставит такой возможности, постарайтесь продвинуть свои идеи в первые рабочие дни этого месяца. В середине месяца желательно взять тайм-аут, так как планы могут нарушиться и достичь компромисса с партнерами будет весьма нелегко. Зато уже в конце месяца вновь вы можете быть на волне успеха. В сфере финансов во второй половине у стрельцов появляются хорошие шансы для нового заработка и нового делового проекта. Однако в первой половине вы можете прогореть, дорогие стрельцы, так что будьте весьма рачительны, особенно в своих тратах. В плане личной жизни у вас не стоит рассчитывать на всплеск романтических чувств. Впрочем, у вас, если есть партнер либо партнерша, будут доверительные гармоничные отношения. Месяц пройдет спокойно, без всяких скандалов, скорее всего. На каникулах многие семейные стрельцы не только отдохнут, но и сумеют вместе с супругой выработать план действий, который поможет в дальнейшем увеличить доход семьи. Очень важно сейчас не спорить даже с деловыми партнерами, а найти компромисс и договариваться. Не стоит вам подавать в суд, и лучше все судебные разбирательства заканчивать именно в этом месяце. В середине месяца денежные вопросы лучше не обсуждают, даже самые крепкие пары могут рассориться, и самоотделовое партнерство может разрушиться. Свободный стрельцов в первых и третьих дехадах января появится шанс познакомиться с несостоятельным человеком, если вы девушка, особенно за границей. Поэтому, если кто хочет найти себе жениха, вот девушки-стрельцы у вас, будет хороший шанс для этого, особенно в последние декады месяца. В плане здоровья вы будете более-менее чувствовать стрельцы себя бодрыми и энергичными. Ну и опять же, если вы классический стрелец, типичный представитель этого знака зодиака, ну а кто вы на самом деле, можете заказывать у меня на тайную карту рождения, заходите на мой сайт, ссылочка под описанием этого видео, ladros.com.ua всегда к вашим услугам. Чтобы внезапный вирус не подкосил у вас самый неподходящий момент, принимайте витамиты, всегда одевайтесь по погоде, да, главное, не переостужайтесь. При этом следует не забывать о полноценном отдыхе, переутомление способно вызывать у вас обострение хронических заболеваний, говоря уж о бессоннице, да. Однако физическая активность вам пойдет на пользу. Кто уже давно думал заняться конным видом спорта, пожалуйста, это очень может быть для вас благоприятно, да. Также очень хорошо идти в зал, спортивный зал, увеличивать нагрузки, заниматься фитнесом, но слишком вот интенсивно, прям совсем рвать жилы не стоит, иначе может быть какая-то травма, либо растяжка, либо для мышцы, либо костей могут быть сложные ситуации. Следующий знак зодиака – козерог. Очень большой плюс для вас. Козерогам действительно необходимо весь месяц работать, работать и только работать, да. Какой-то у нас Ленин говорил учиться, 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 а вот козерогам работать, работать и только работать. Иначе, если вы не будете работать, могут быть сложные ситуации в семье, которые вы можете воспринимать болезненно. Попробуйте возобновить работу над старыми проектами, идеями, они вам принесут золотую фишку и удачу в этом месяце. Правильно подбирайте компаньонов. Весьма вероятно, что вы можете финансово быть успешным в новых дружеских связях и в новых финансовых проектах. И можете после этого бизнес-плана, составленного в январе, просто озолотиться. Особенно, если он будет составлен вблизи новолуния 22 января. Карьера у вас будет очень высока. Вы можете достигать высоких планок. Вас может оценивать начальство. Руководство может возвышать вас. И зарплата, и финансы. Очень хорошо для вашей репутации, большого подъема. Ну, в общем, такой позитивный для вас месяц. Если же вы являетесь сами руководителем, то вероятнее всего сумеете усилить свою команду за счет нововведений в организации труда, привлечения новых кадров, спонсоров, да, и финансовой поддержки. А второй половине января работоспособность вас настолько повысится, что будет просто из вас будет пылать работой и очень хорошей финансово возможности. В этот период положительное влияние на результат работы окажет знакомство с авторитетными фигурами. Они могут оказать вам помощь как моральную, так материальную, спонсорскую помощь. Вообще, финансовое равновесие в январе может сохранять некий такой баланс вашей внутренней ипостаси и внешней, да. И умение заработать много денег будет гармоничным образом способствовать укреплению отношений в семье, где вы можете делать очень большие подарки. В плане личной жизни январь будет довольно неровным у вас, вы можете немного быть вспыльчивыми, особенно на Новый год. Поддавшись эмоциям, вы можете обидеть любимого человека, либо любимого, наговорив ему, либо ей, много обидных слов. Плохое настроение может приводить вас к необдуманным поступкам. Во имя мира, в семье постарайтесь вести более себя сдержанно, прислушиваться к голосу разума. у вас может в конце месяца даже какой-то образоваться новый роман, особенно если вы одиноки. Но я вот такое положение от планет в этом месяце, что объектом вашей симпатии может стать ваш бывший друг, либо коллега, либо подруга. Но не торопитесь убедить, что все же у вас намерение серьезное, потому что Венера-Водолей будет целый месяц, а вот намерения такие могут быть не очень серьезными. В плане здоровья может у вас быть душевно-нестабильное состояние, хандра, депрессия, особенно если ничего не получается. Постарайтесь держать себя в руках, не поддаваться эмоциям, какие бы вы они сильными не были. В этом месяце с Козерогом вообще показаны любые водные процедуры посещения бассейна, подвойный душ, посещение баун, бани, сауны, девочек, если не ладится в семье. Это благоприятно скажется на общем состоянии организма. В конце месяца необходимо провести профилактические мероприятия по поводу заболевания, особенно почек, мочевые, выделительные каких-то процедур, отложение камней в почек. необходимо тщательно следить за питанием, исключить употребление жирных, соляных и острых блюд. Следующий знак зодиака у нас водолей и, конечно, символ счастья и благополучия. Она же планета любви. Венера входит в знак водолея, поэтому водолея становятся энергичными, настроенные на позитивную волну. Желание приблизить счастливые перемены в жизни вполне вероятно отразиться именно в этом месяце, но все же нужно запастись необходимым терпением. Не стоит слишком форсировать события и играть азартные игры с судьбой. Учитесь словить удачу, те удачливые моменты и тогда сумейте воплотить любые мечты прямо в жизнь именно в январе месяца. В сфере карьерной деятельности у вас отличный шанс дорогие водолеи на громадный успех. Вы станете более решительными, целеустремленными, уверенными в себе. Однако не стоит проявлять чрезмерную напористость, особенно в первой декаде месяца. Ваша непреклонность может стать причиной серьезных конфликтов. К тому же в этот период вы не всегда будете верно оценивать ситуацию и в результате рискуете совершать досадные ошибки. А вот во второй декаде месяца начинайте штурмовать карьерную лестницу. Вы вполне сможете достичь впечатляющих результатов. Интересно, что Зеленский под знаком водолея прямо у него на звездном месяце. уже начался с 2022 2022 года. Что касается финансов, то в последние недели месяца у нас возникают возможности, дорогие водолеи, укрепить финансовые позиции, сделать удачные вложения, найти новых партнеров. В январе в водолеев появится шанс устроить личную жизнь, достичь полной гармонии в отношениях, создать семье идеальную атмосферу, очень хорошо для романтики. Венера вошла в знак водолея, значит, надо романтично по всему относиться. Подарки, подарки, еще раз подарки. Звезды полностью на вашей стороне, но нельзя растрачивать только на космическую обстановку, все зависит еще и от вас. Четко определите, чего вы хотите, постарайтесь подобрать ключ к сердцу любимого человека и наслаждайтесь счастьем. любимая давно просила айфон, 14-й, подарите ей уже 15-й, это шучит, еще 15-го нет. Свободную водолею в первой декаде месяца лучше заняться собой, приведите в порядок внешний вид, а главное свои мысли и чувства. В это время лучше не искать супер романтических встреч, а вот во второй декаде обязательно ищите их, действуйте. И не стесняйтесь первыми проявлять инициативу, потому что именно тогда Венера во второй декаде войдет в знак водолея. Забудьте об ословностях и устаревших стереотипах. Если испытываете интерес к человеку, откройте ему свое сердце. В плане здоровья у водолеев не должно возникнуть серьезных проблем, но во всем нужно соблюдать меру. Не нажираться и не пьянствовать и не курить. А лучше все бросить прямо в новолуние 21 января. Нельзя пренебрегать мерами предосторожности и полноценным отдыхом. Есть опасность осложнений, особенно от вирусной инфекции, особенно связанной с легками и бронхами. месяц отлично подходит для активных тренировок. И начинающим можно попробовать себя в разных видах спорта, чтобы найти занятия по душе. И последний у нас на сегодня знак зодиака это рыбы, но не всегда последние, но от Бога они самые первые, потому что рыбы, как и водолещ, являются уже фактически неземными знаками зодиака, они уже почти космические. Итак, не все окажутся приятными событиями для вас в этом месяце, у вас так плюс-минус, ни холодно, ни горячо этот месяц, но если вы будете пасовать перед трудностями, поверьте, все же в свою удачу все сложится вполне благоприятно, главное не спасовать. Встречайтесь как можно больше с родными, друзьями, отдыхать, не скупитесь на знаки внимания, на подарок, уделяйте внимание своему окружению, и в плане карьеры у вас довольно-таки неплохой месяц, особенно для большинства рыб, он может довольно-таки удачно сложиться. У типичных представителей вашего знака есть все шансы найти надежных деловых партнеров. Можете рассчитывать на поддержку влиятельных покровителей, помощь коллег, благосклонность руководства, просто рыбам нужно относиться очень серьезно, с большой серьезностью ко всем своим обязанностям, вот чего нет у рыб в основе своих сущностей. Опять же, если вы типичный представитель этого знака, вы об этом можете узнать, если только составить космический паспорт у астролога Владороса, где вы можете узнать, где асцендент, солнце, луна, меркурий, где они расположены, и что собой вы вообще представляете, и какая ваша кармическая задача на данную жизнь инкарнацию. Поэтому, дорогие друзья, обращайтесь, ссылочка под описанием этого видео. Постарайтесь меньше говорить и обещать, но больше делать. Во второй половине месяца звездная обстановка может способствовать возникновению неприятностей на работе, отсутствию взаимопонимания и, кроме того, неадекватной оценки собственных способностей. Если же у вас имеются финансовые проблемы, то постарайтесь за январь всех решить и раздать все долги. И тогда уже все будет у вас хорошо и начнется новый импульс в вашей жизни, новая работа и новая удача. особенно те, кто ищет новую работу и деятельность или профессиональное предназначение, звезды тоже в космическом паспорте. Можно увидеть, что вам предназначено судьбой, кем работать. В конце месяца откажитесь отряд, не подписывайте финансовые документы. В первой половине января у вас способствуют романтических чувств, ощущений. в плане семьи не стоит забывать, что к концу месяца звезды рекомендуют все-таки пересмотреть приоритеты и больше уделять уже времени своим близким, родным. Если же у вас все-таки рыбы, служебные проблемы погодят всерьез и надолго, возьмите за правило оставлять дела за порогом дома. Близкие ждут от вас заботы, внимания, а не бесконечных жалоб на коллегах. Конечно, вы можете рассчитывать на поддержку семьи, но злоупотреблять терпением домочаться не следует. В плане здоровья вы будете находиться в отличной форме. Единственное, что может негативно отразиться на самочувствии, это повышенная тревожность некоторых представителей вашего знака. Старайтесь не принимать либо не принимать близко к сердцу какие-то сложные ситуации, учитесь отпускать проблемы, прорабатывайте страхи, негативные переживания. Некоторые помогут заняться психологией, парапсихологией, хорошо медитацией, благоприятно сделать себе гороскоп у астролога, а также заняться танцами. Очень хорошо у вас могут всякие отбыть румба, самбо и просто можете прекрасно научиться танцевать. Во второй половине января у некоторых представителей вашего знака могут появиться головные боли. Проводите больше времени на свежем воздухе, даже если будет морозно. Желательно за городом, тем более там меньше отключают свет в Украине и больше есть дробь. Не забывайте о полноценном отдыхе, а то ваши батарейки физически могут быстро истощиться и закончиться. Если все уже мебель не проходит, обращайтесь к врачу и полностью бросайте алкоголь, алкогольные напинки. Ну а с вами был ваш покорный слуга и самый прекрасный астролог будущего, астролог Влад Рос. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok